Пасхи Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам, как отмечают светлый праздник Пасхи в других странах. Красят ли они яйца, пекут ли они куличи, или у них совсем другие традиции. Будучи страной многонациональной, Америка не поддерживает одной модели празднования Пасхи, поэтому развлечения и явства в этот день очень различны в разных семьях. Чаще всего на столе американцев в этот день оказывается ветчина, картофель, фруктовый салат и овощи. Столы обильно украшают корзинами цветов, а символом Пасхи считается лилия. Верующие американцы в этот день посещают церковь, А после некоторые из них передают традиционной забаве – катанию яиц по наклонному газону. Больше всего такая игра по душе, конечно, детям. Самое большое соревнование под названием «Кто дальше прокатит яйцо» проходит на газоне близ Белого дома. Сотни семей приходят туда, держа в руках корзины с разноцветными яйцами. Традиции празднования Пасхи в Германии уходят в глубокую древность. Именно тут зародились многие распространившиеся по миру обычаи. Например, тут появился один из самых популярных символов праздника – пасхальный кролик. Проснувшись утром пасхального воскресенья, дети непременно должны услышать слова «Пасхальный кролик спрятал от вас корзины, вы должны их найти». Дети будут бегать и искать по всему дому корзины с яйцами и сладостями, которые спрятал кролик. Кролик, как символ Пасхи, зародился именно в Германии. В Германии существует и другой старинный обычай, сохранившийся, правда, только в некоторых регионах страны – традиционное конное шествие. Например, в аварии в городе Трауштайн в пасхальный понедельник улицы заполняются всадниками на лошадях. Они участвуют в конной процессии в честь святого Георгия, который считается покровителем лошадей и скота. Всадники движутся к церкви, чтобы священник благословил животных. Кони в этот день украшаются всевозможными способами. В Польше Пасху празднуют два дня, устраивая по-настоящему пышные и необычные гуляния. Здесь глубоко почитают корни, поэтому собираются всей семьей. Включая младенцев и стариков, считается непререкаемым законом. В центре стола в этот день ставится не кулич, а пасхальная баба, которая также готовится из дрожжевого теста. А на следующий день, называющийся поливальным понедельником, настоящая забава для молодежи. Особенно в деревнях. Парни обливают девушек водой, а те, громко крича, убегают от них. Несмотря на суматоху, обычай очень нравится молодым людям, ведь обливание – это своего рода признание в чувствах. Таким образом девушки узнают, кто положил на них глаз. Католики в Литве составляют около 80% населения, поэтому Пасха здесь отмечается пышно и широко. Жители собираются на праздничных месах, а затем отмечают день воскрешения Христа торжественным ужином. В Вильнюсе и других крупных городах страны существует обычай устанавливать на главных плащаях пасхальные пирамиды. В прошлом году на постройку одной такой пирамиды ушло более 25 тысяч крашеных яиц. Королевская семья Испании каждый год посещает праздничную месу. А вот всю неделю до воскресения в Испании проходит Симана Санта, которая в нашей стране называется Страстная неделя. Все это время большинство заведений закрыто, а люди выходят на улицы города в довольно необычных нарядах. Все участники процессии, так называемые кающиеся грешники, обклеиваются в остроконечные колпаки с отверстиями для глаз. Считается, что такой костюм помогает сохранить анонимность кающегося. Все участники шествия держат в руке свечи и поют. У туристов, не привыкших к подобным празднованиям, по многочисленным признаниям, от увиденного по коже бегут мурашки. Христиане составляют половину населения Нигерии, поэтому Пасха тут проходит очень пышно. Карнавальная культура, присущая этому африканскому государству, распространяется и на это торжество. Например, на главной площади города Лагос ежегодно устраивается пышный праздник с сотнями искусных танцоров, и буйству красок может позавидовать даже известный бразильский карнавал. В Австралии Пасху принято отмечать на свежем воздухе, например, в лесу или в горах. Жители страны считают, что в этот день воздух становится необычно чистым, а вода приобретает сыребные свойства. Главным блюдом считается жареная баранина или цыпленок, а на десерт они едят торт-безе, украшенный фруктами. Символом праздника в Австралии, в отличие от большинства других стран, считается местный зверек Билби. Именно его изображения украшают пасхальные сувениры. Пасха в Италии – это один из главных праздников наряду с Рождеством. Несмотря на местную поговорку «Рождество празднуй семьей, а Пасху с кем хочешь», этот праздник большинство итальянцев отмечают в кругу семьи. В Италии принято устраивать пасхальный завтрак, полакомиться на котором они любят яйцами, сырным куличом и козалело – неаполитанским пирогом с сыром, с яйцем и с колбасой. Не обходится пасхальное пиршество и безжаренного молодого барашка или козленка. В Италии кулинарные традиции очень отличаются в зависимости от региона. Например, в Афруиле центральным блюдом на пасхальном столе окажется сладкая лепешка, а в Лацио – ягненок с потрохами. А жителям и гостям столицы доступна особая радость – выйти на площадь Ватикана, где проходит месса, которую проводит сам Папа Римский. Лютеранская Пасха – это один из самых главных праздников для исландцев. Здесь основным символом Пасхи является пасхальный ягненок, который символизирует Агнца Божьего. Праздничный стол украшают статуэтками ягненка, готовят специальные угощения из сахара и масла в виде ягненка, а главным праздничным блюдом считается ягненок, запеченный с овощами. В Индии люди обмениваются разноцветными фонариками и пасхальным печеньем. Индейцы не раскрашивают яиц, хотя в магазинах их можно купить вместе с пасхальным зайцем. Поэтому, оказавшись за границей, не удивляйтесь, увидев вместо церковной службы карнавал, а вместо кулича – жареного цыпленка. А я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания.